Всем привет! Решил записать обзор криптовалютного рынка и высказать свои мнения о том, что сейчас происходит. У меня уже началось с воскресенья, то есть 11 число, и все довольно-таки поздно. Сначала решил сделать обзор именно с общей рыночной капитализацией криптовалют, потому что я считаю, что действовать нужно, исходя из того, что здесь будет происходить именно от общей капи. Смотрите, у нас здесь есть, вырисовывается вот такой вот равносторонний треугольник. В принципе, вот эта вот поддержка, трендовая линия, она здесь удерживала, была ложной пробитой. Получается, произошел возврат в рамках нашей трендовой линии, в принципе, нашего вот этого вот равностороннего треугольника. Какие следующие мысли? Сейчас я, в принципе, ожидаю хоть какую-то коррекцию, какую-то маломальскую коррекцию, да, как минимум. И пока что буду наблюдать. То есть, если, значит, обратите внимание на фибоначчо от зарождения импульса до начала. То есть, по капи мы видим, что у нас капитализация скорректируется до золотого сечения. То есть, пока что, в принципе, позитивненько. Отличный позитивный выкуп. Вроде пока что все хорошо. Ну вот, загадка, это ложный был выход? Или все-таки это истина? И мы дальше будем расти? Давайте разбираться. Значит, следующие мысли будет также позитивно. Если произойдет коррекция, да, позитивная коррекция, это вот уровень 980, грубо говоря, миллиардов долларов, да. Ну и вообще, или опять от тест вот этой вот трендовой линии. То есть, в этом плане тогда будет позитивно. И можно будет, если капитализация будет здесь, да, скорректируется, будет находиться. А можно будет по всем там альтам, в принципе, в любой криптовалюте пробовать искать лонг позиции, естественно, со стопами аккуратно. Но из текущих лонг я бы уже и не брал. Точно, конечно же, этой палке ходить в лонг такое себе дело. Просто дожидаться ситуации, что будет происходить. Если же вдруг сольют капитализацию опять под эту трендовую линию, она уйдет. Но тогда следующий уровень у нас по капе 0.786 по FIBI. Это примерно 850 миллиардов долларов. И, соответственно, здесь уже будет какая-то реакция, скорее всего, покупателя по всем монетам. Им также здесь можно провести вот такой вот нисходящий канал. Есть два касания сверху, есть два касания снизу. Плюс мы видим середина канала, она очень хорошо себя отрабатывает. Поэтому ситуация так себе. В общем, если мы закрепляемся здесь истинно, тогда лонги, естественно, и все супер лонгуем. Если же уходит вниз, тогда здесь все печально будет. Вот такие вот мысли. Давайте дальше перейдем к биткоину. По биткоину здесь так же самое можно отрисовать вот такой вот нисходящий канал. Мы видим касание снизу есть. Четко два есть. Два сверху касания. Дальше мы видим, как хорошо отрабатывалась середина канала. Поэтому здесь сейчас нужно наблюдать, что будет происходить. Или мы все-таки скорректируемся и пойдем дальше. Объем на импульсы и пойдем выше. А тогда позитивно все. Если же это все сольют ниже 20 тысяч, я бы так сказал примерно, тогда все печально. И мы все-таки пойдем тестить значение 18-19 июня. Ну а там, естественно, нужно ожидать будет уже тогда перелой и, в принципе, 15-16 тысяч. Но пока вроде бы типа позитивненько все. Давайте перейдем на 4 часа. Посмотрим. Что здесь происходит? На 4 часах, я бы сказал, не очень позитивная ситуация на мелком таймфрейме. Потому что у нас RSI в зоне перекупленности. А дальше стахастик, видите, он уже начинает так заворачиваться. Конечно, еще не дает сигнала на снижение. Но, тем не менее, заворот. Ну и так же самое стахастик. То есть MACD и стахастик, они, в принципе, уже немного начинают заворачиваться. Здесь не очень хорошая ситуация. Мы видим длинные тени на 4 часах. Плюс мы видим вот такое вот закругление. Здесь еще может быть, да, вот такие вот проколы. Если действительно вот так идет, тогда будет коррекция. Я больше склонен к коррекции сейчас. Конечно же, то нормальный будет на вот этой вот палке покупать как на споте, так и, в принципе, лонг здесь брать. Немного самоубийства. Шорт какой-то с небольшим стоп-лоссом за этот минимум. Еще можно попробовать. А дальше обратите внимание на... Убируйте катеры. Если мы накинем FIBA, в принципе, вот так. Растянем. Здесь график Coinbase, в принципе, другие. Хотя нормально. Все равно мы видим, цена дошла до 50% по FIBA. В принципе, логично. И отсюда стоит ожидать коррекцию. Также мы видим у нас здесь середина по торговке. Можем взять горизонтальный объем и чекнуть, что здесь происходило. Видите? Наибольший горизонтальный объем. Логично. В общем, здесь есть хорошее сопротивление. Плюс после такого хорошего роста, естественно, желающих покупать лонг пока что мало. Поэтому ожидаем коррекцию. Докуда ожидать коррекцию? Давайте так же самое тянем FIBA на этот импульс. И мы смотрим. Нормальная коррекция, более не менее, с бычьим направлением у нас как раз 20 тысяч, говоря, 468 долларов. Ну, плюс-минус, да, по вот этим хаям. Плюс мы видим здесь хороший уровень. Дальше нормально еще 50%. У нас здесь 20 тысяч, там 100 примерно. Ну и максимально возможная коррекция. 19 тысяч 740 долларов. Ну, примерно вот 19 тысяч 600, да. Если цена уходит ниже, тогда, ребята, это все. Тогда мы идем тестить нижнюю границу канала. А это у нас примерно как раз донные значения. А поэтому я переживаю за то, что все вот это движение, оно могло быть вообще, типа, ложным. Просто вынос шортов. Дальше меня тревожит такой нюанс, что у нас, смотрите, скопление ликвидации на Binance, как видите, лонги на зашкварь. То есть, лонги примерно на 20 тысяч долларов. Здесь оно по большое количество ликвидаций. Да и ниже здесь, видите, завалено все. А шортистов, в принципе, сбрили. Основные шорты были побриты. А также самое обратите внимание на Ethereum. По Ethereum вообще ситуация шортистов брить выше, ну, просто некого. Понимаете? И здесь огромный лонг. 1600, 1700 долларов. Вот такие вот дела. Вы видите, больше шансов, естественно, сейчас скорректироваться или вообще слиться. А поэтому аккуратно, даже если идет коррекция, можно пробовать брать лонги, но аккуратно. Я бы сделал какие-то попытки отсюда лонг. 20 тысяч, там, 470 долларов. Потом добор какой-то. 20 тысяч 100 и 15,700. Естественно, стоп немного ниже. Но если цена доходит до вашего стопа, потеря от вашего депозита должна быть 1, 2, 3% максимум. То есть без фанатизма. Рассчитывайте, да, так. От и стоп, чтобы вы не потеряли более 3% от вашего депозита в зависимости от какой у вас депозит. Но, тем не менее, нужно аккуратно. Лонги, естественно, можно пробовать, но аккуратно. Я, конечно же, все-таки боюсь, что это могут все слить. Так же самое быстро. В общем, по биткоину я сказал возможные лонги, но, тем не менее, смотрим на капитализацию. Потому что, если капа у нас, да, отсюда или отсюда, придет сюда, и мы смотрим тогда биткоин и альткоин, где он находится. Если он тоже находится на интересных уровнях, тогда пробуем лонг. И окей. С надеждой то, что, естественно, это все движение продолжится и далее. Давайте перейдем на эфириум. Ситуация по эфириуму. Смотрите, что-то подобное. У нас тоже рисуется нисходящий вот такой канал. Дальше здесь шартистов, естественно, вынесли. Мы перебили вот этот вот локальный экстремум максимум. Здесь у нас шартистов здесь, в принципе, не осталось. У нас осталось только огромное количество лонгистов со стопами здесь, здесь и здесь. Поэтому ситуация следующая, если сейчас пойдет коррекция, естественно, можно будет пробовать лонги, я сейчас скажу, где. Дальше более сильная поддержка, можно здесь трендовую провести, вот такую вот локальную, и ориентироваться на нее. Но, тем не менее, давайте, кстати, обратите внимание на Fibonacci, растянута от начала импульса вот этого всего до конца. А мы видим, что цена скорректировалась до пятого уровня, сейчас откатила до 0.236. В принципе, пока что логично, если же натянуть Fibonacci вот здесь, видим, что у нас дошла цена до 0.5 по Fibonacci. А тоже все как бы логично, и о том, что ожидать дальнейшую коррекцию, в принципе, тоже было бы более-менее логично. В общем, если мы все-таки смотрим лонги, где их брать? Натягиваем Fibonacci, плюс мы смотрим здесь по уровням. А 0.236, неплохой в принципе уровень интересный, я бы его все-таки пропустил. Ну, более-менее интересно уже 0.382, видите, да, цену 1600, там, грубо говоря, 50 долларов. Дальше интересно, 1618 долларов примерно, мы видим, здесь уровень тоже совпадается. Ну и максимальная коррекция, я считаю, 0.618. А здесь все, что ниже. Есть у нас 0.786, плюс вот это трендовое, как вариант. Возможно, да, я боюсь, если здесь эфириум не устоит, тогда это будет слив, потому что более обычный сценарий, когда цена подходит к верхней границе нисходящего канала, нам бы желательно увидеть более обычную ситуацию, когда цена корректируется 0.382 или 0.5, да, и здесь уже показывается интерес в лонг. Поэтому желательно, чтобы цена вообще где-то отсюда от 0.5 уже показала рост, то есть отскочила. Тогда это будет бычий сценарий и есть все шансы пойти, я считаю, даже сделать перехай. Это мое мнение. Поэтому наблюдаем, что будет происходить, но пока что мы видим, так же самое, как и по биткоину, цена здесь начинает закругляться. Вот такие вот дела. Дальше давайте посмотрим еще монетки 1 инч. Сразу на дневку перейдем. По 1 инчу мы можем нарисовать вот такой вот равносторонний треугольник, он красиво сходится. Снизу уже раз-два-три касания, цена вроде отбилась. А также мы видим здесь клин нисходящий, что говорит о бычьей ситуации. Но так же самое с небольшой коррекцией есть все шансы, естественно, пробиться и пойти выше. Если мы пойдем выше, то, естественно, верхняя граница этого треугольника будет уже сопротивление. Поэтому по 1 инчу лонговые ситуации, если рынок все-таки даст лонг. Давайте перейдем здесь на 4 часа сразу. Раскинем фибу. Ну и по фибе как раз более обычная ситуация 0.5 уровень, естественно, с додобором 0.618. Хотя здесь может быть даже запросто второй подход к этой трендовой линии. В общем, здесь нужно рассчитывать сделку так, я считаю. Ну, я бы скорее всего 0.618 бы начинал добирать, потому что Altcoin, он более глубокие просадки показывает. В общем, первый бы набор 0.618 и дальше бы смотреть реакцию на... Ну и в принципе, римитка, да, здесь. Римитка примерно 60 центов и стоп за вот этот вот экстремум. Если цена, естественно, уходит ниже, тогда она уйдет запросто вот тестить донные значения как минимум. Вот такие вот дела по 1 инчу, да, но если все окей, быщая ситуация, здесь цена удерживается, нету перелова, цена не уходит ниже, тогда можно, в принципе, смело держать сделку до 80 центов примерно, до верхней границы. Можно где-то частями фиксить, например, вот здесь экстремум, да, есть 0.5 по фибе, можно фиксить, потом 0.618. Ну и дальше можно оставить какую-то небольшую часть в случае или пробития этого треугольника вверх, да, как минимум ложное пробитие, все возможно. А вот такие вот дела. В принципе, здесь обрисовал лонговую ситуацию, если все будет окей. Если цена уходит ниже этого лоа, ниже 60 центов, ну тогда тут протест зонных значений или даже уход, скорее всего, ниже. Ада, в принципе, вот сейчас по всем монетам подобная ситуация рисуется вот такой вот равносторонний треугольник. Мы видим, что по Аде, в принципе, она уже вот-вот сейчас коснется, пойдет верхней границы, поэтому, ну такое себе дело. В общем, если Ада скорректируется, есть трендовая линия вот такая, и от этой трендовой линии нужно будет смотреть лонг. Естественно, аккуратно, со стопом за вот этот вот минимум. Где-то сюда, считаю, 40-44,5-44 цента, то есть сюда где-то стоп ставить, пробовать, вот этой трендовой линии лонг подбирать. И более-не менее адекватная, но это будет все, естественно, с целями до верхней границы вот этого вот нашего треугольника. Следующая монетка, ICP. По ICP здесь более интересная ситуация. У нас есть восходящий треугольник рисуется, есть четко сопротивление сверху, почти 9,8 долларов. Дальше хорошая трендовая линия, пока что он ее удерживает. Плюс мы видим, что по Fibonacci, если мы тут натянем Fibonacci, мы видим, что коррекция была четко до уровня 0,786. В общем, здесь тоже пока что бычая ситуация наблюдается, но нужно дождаться какую-то коррекцию. Коррекция по ICP. Давайте посмотрим. Я бы сказал, да, вот сюда вот как раз примерно возврат 6 долларов с копейками, 6,5 до 6,6 долларов. А с возможным заходом сюда 6 долларов 45 центов. В общем, тем не менее, все равно стоп нужно ставить за этот минимум или за эту трендовую. Но цели тогда будут, естественно, здесь очень крутые 9 долларов, почти 10 баксов, когда можно будет его держать. Но желательно будет фиксироваться частями на каких-то уровнях. Например, здесь есть 7,7 долларов фиксация, 618 уровень фиксации. Ну, то есть частично желательно фиксироваться по Fibonacci. Она хорошо сходится с физическими уровнями. Дальше, конечно же, по всем монетам можно тоже отрисовать нисходящий канал. Вот такой вот. Поэтому меня эта ситуация немного пугает. То есть если мы уходим ниже, тогда, естественно, у нас всегда по всем монетам идут донные значения, если смотреть на этот нисходящий канал. Следующая монетка Link. Link, как и ICP, тоже интересная обычная ситуация. Есть восходящий треугольник. Здесь уровень 9,5 долларов. Понимаете, если этот треугольник отработает как нужно, с пробитием вверх. Да, здесь цельный. Естественно, вот сюда сопротивление 13,5 баксов примерно. Да, здесь сильный уровень, видите. Поэтому, если бычая ситуация продолжится, Link сюда запросто может 12-13 долларов дойти. Поэтому интересно. Можно отработать. Где входить по Link? Здесь желательно бы тоже какую-то коррекцию дождаться. Вот она как раз сюда уровень у нас есть примерно 7 долларов 36 центов. С возможным заходом чуть-чуть ниже сюда 7 долларов, да, примерно. Но, тем не менее, если будет коррекция, а сюда она спустится, можно пробовать здесь лонги. Но стоп желательно ставить за этот минимум. По целям, я вроде бы, понятно здесь и так все. Черзать можно запросто 9,5 долларов и даже какую-то часть оставлять сюда 12-13 долларов глобально. Также по Link можно нарисовать нисходящий канал. Ну, видите, плохая какая-то ситуация, стрёмная. У нас видно здесь такой раз-два, сейчас тест получается. В общем, ситуация какая-то пограничная. И опять же, если это все сливается, у нас как раз зонные значения по этому нисходящему каналу. Поэтому непонятно, или это заманушка для быков, или все-таки хорошая ситуация. Но, тем не менее, нужно пробовать отрабатывать, естественно, отрабатывать и со стопами, и с риск-менеджментом. А, в общем, еще такой момент. Я сейчас обрисовал несколько вариантов, разные монеты. Но вам стоит отработать пару монет, выбрать то, что вам больше всего понравилось, и их отработать. То есть, не нужно там все монеты отрабатывать. Биткоин, эфириум, там, OneInch, ADA, ICP, Link. То есть, вовсе влетать на всю котлету. То есть, аккуратно, вы выбрали одну-две монеты с соблюдением риск-менеджмента. Пожалуйста, пробуем лонги. Но аккуратно, да. Видите, все это может так же самое быстро слиться, как, естественно, выросло. Но цели по всем монетам очень-очень интересные. Так же самое по ICP. Если этот его нисходясь... Кстати, ICP, знаете что? Он корректировался на 99%. Ну, как бы это круто. Значит, цели по ICP, кстати, тоже здесь, видите. Может быть, очень крутая ситуация. Так что, его можно взять. Вы посмотрите, если этот восходящий треугольник пробьется вверх, у нас цели четко по этому уровню 14,7 баксов. Поэтому, ну, как бы с текущих позиций 7 и 14 долларов, это 100%. То есть, 2 икса. Поэтому перспектива роста есть. В любом случае, здесь можно набирать. Можно спот, можно фьючей, как вы торгуете. Естественно, желательно торговать спот. На спот набрали. Даже если какая-то там просадка, даже если он перелол сделает. Ну, и плевать на это. Рано или поздно, естественно, все равно оно все вырастет. Поэтому желательно вообще спот. Если вы фанат фьючей, аккуратно, но с небольшими плечами. В общем, по биткоину на часе вы видите, что что-то типа у нас гипер рисуется. Но это все может, естественно, пойти вот сюда вниз. И здесь смотрим реакцию. Желательно наблюдать реакцию и желательно поглядывать тотал. Нам важно тотал смотреть. Если тотал сюда сходит, смотрим, где находятся монеты. Или даже вот здесь. И, в принципе, уже можно набирать ланги с таким намеком, что начинаем набирать ланги, если тотал здесь, по всем монетам. С таким намеком, что если тотал даже сюда коснется, собор делаем. И там, естественно, если тотал пробивается ниже, тогда все сливается, ребята. Тогда будет слив. Если вам видос понравился, поддержите лайком. Пишите в комментариях свои мнения, что здесь все-таки сольют это все или не сольют. Подписывайтесь на канал. Вам хорошего дня. И, в принципе, пока.